Всех приветствую на канале Мехо! В этом видео я расскажу про активности, которыми можно заниматься, куда можно ходить в Т3 патче. Начнем с активности, которыми можно заниматься в столице Йона – Азендельф. Первое – это, конечно, чертоги хаоса. Раньше можно было их игнорировать, теперь, конечно, желательно ходить, чтобы получать различные ресурсы для улучшения экипировки или фарма других подземелий. С события чертогов хаоса также продолжают падать карты, на этот раз уже третьего ранга, с которых вы тоже получаете ресурсы, с них можно зарабатывать или просто обмениваться с другими игроками, получать больше наград. Следующая активность, которую можно найти в городе – это, конечно, стенды с хранителями – обычные хранители, ежедневный и еженедельный хранитель. Кроме Галатиума и Уманиума, основных двух ресурсов, которые нужны для улучшения экипировки Т3 ранга, падают еще также различные дыхания, то есть дыхание земли, арктуса и пламени. По сути, наверное, самое выгодное – сначала ходить на Лемерион, а потом сразу уже на Ашатица, потому что с Ашатица падает дыхание арктуса. Далее переходим к столу королевских приказов, здесь добавили третий куб, а также путь испытания, ну или как называют еще скорее босс раш. Третий куб посложнее, чем второй, бомберы вас могут легко заваншотить, довольно сложно от них уворачиваться, ну и вам наверняка придется брать расходки или покупать, чтобы проходить куб на алмазный сундук. Поскольку ГС в кубе ничего не решает, поэтому все-таки советую ходить во второй куб и в третий не соваться, если вы не уверены в своих силах. Путь испытаний. Здесь вас ожидает 15 волн с различными боссами. Чем быстрее вы закрываете, заканчиваете волну, тем больше дополнительных печати Антараса награды вы получаете. За эти печати Антараса можно покупать классовую гравировку, вторую классовую гравировку на все классы, которые есть на данный момент в игре. Проходится легко, можно искать пати через подбор группы. Ну и последняя активность, которая находится в городе, для нее потребуется 725 уровня снаряжения, это Кошмар Антараса. Достаточно быстро вы убиваете трижды босса, в конце вас ожидает сундук и аукцион, где вы можете получить либо часть нового сета, то есть золотого, либо монеты, которые нужны для покупки этого самого сета. С активностями в городе разобрались. Теперь отправляемся в локацию копий несметных богатств. Здесь есть подземелье, зловещий провал или лабиринт. В этой активности мы получаем фиолетовую бижутерию, а также основное место для фарма ресурса солерит. Для входа в этот лабиринт, как и в предыдущие, требуется пропуск. В данном случае это приказ короля Квейсера, который вы фармите в чертогах хаоса. Также приказы могут упасть в других данжек, но чертоги хаоса это основной способ добычи этих приказов. Кроме бижутерии солерита, можно иногда выбить персональный амулет сновидцев халь, который необходим для входа в Кошмар Антараса. Двигаемся в следующую локацию, огненные копии. Здесь есть подземелье грейтенская хмелеварня, на героическом сложности вы можете выбить золотую бижутерию. Есть еще вариант выбить сет бижутерии в горнило душ в изначальных землях, но там она чуть похуже, по крайней мере она не предназначена там, например, для хранителей. Еще один сет голдовой бижутерии можно получить из подземелья пучина кнуда или кнуда, я честно говоря не знаю как правильно ударение здесь ставить. Иногда срабатывает эффект усиления силы глубин, дарует случайное боевое усиление на 10 секунд. Но это наверное как вот шарик падает, вы его подбираете, например там сила атаки повышается. Ну и давайте закончим тему с голдовой бижутерии. Последний голдовый сет падает с острова бабочки, с мирового босса, которого вы там убиваете. Вроде бы после недавнего обновления теперь эту бижутерию можно получить только посредством аукциона. Хорошая это бижа или нет, я не знаю, потому что у меня еще не хватает гс, чтобы туда попасть. Кроме босса на острове бабочки, есть еще босс в локации копии несметных богатств Смарагд, который появляется каждый день в 15.00 и в 23.00. Я о нем сразу не сказал, ну потому что он бесполезный, сходите пару раз, выбите предметы для атласа и можно оттуда уходить. В т3 обновления добавили новых рыб, если быть точнее, то перламутровые марлины, которые плавают в море. У них очень много хп, поэтому надо собирать минимум 8 человек или будете просто не успевать по времени их убивать. Лучше 12, 15, 20 человек, чтобы моментально их заливать. С них падает мясо, когда соберете 30 штук, можно обменять на оранжевую карту у торговцев гильдии гарпунеров. Остается еще две активности, о которых я не сказал. Первая это новый разлом хаоса Т3 разлом Авангард Легионной Иллюзии, который появляется в локации Нижние Подземелья. В нем с боссов падает чуть больше фрагментов разлома, а на аукционе может появиться гравировка стремительность третьего уровня. И остается последняя активность, это конечно в Йозмунте испытания Шанди, где вы поднимаетесь по этажам, где можно получить браслет, где есть рейтинг и за первое место вы получаете 50 тысяч. На Корее напоминаю, что я видел скрин 500 тысяч, может быть в будущем у нас количество золота в наградах увеличится. Кроме активности, о которых я до этого сказал, остаются и старые активности, ГВГ, ГВЕ, то есть гильд боссы, арены различные, платиновые поля, морской контент, повышение репутации с NPC, репутация с фракциями, закрытие атласа, сбор мококу и так далее. Ну и конечно рейт на Гивену Целесту, кстати, чтобы получить Т3 ресурсы, вам необходимо 556 уровня снаряжения или выше. На этом все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, заходите на стримы, всем пока!